В СССР тоже было неравенство. Добрый день, друзья! До сих пор не утихают споры о жизни в СССР. Прожив достаточный отрезок своей жизни в Советском Союзе, не соглашусь с теми, кто утверждает, что было все плохо. Но я не поддерживаю те, кто говорит, что живусь богато, сытно и хорошо. Откуда же тогда пустые полки и очереди в советских магазинах, а также бедно одетые и плохо выглядевшие советские граждане? А ведь в те времена у всех была работа, а значит и жить должны были достойно. Однако достойно жить получалось не у всех. При наличии множества популистских лозунгов, вроде «Все люди – братья», «От каждого по возможностям, каждому по труду». Реальный СССР был страной сильнейшего неравенства. 5-10% граждан жили действительно очень хорошо. У них были и просторные квартиры, и питание спецмагазинов, и дачи, и машины. Так кто же эти люди, кому в СССР жилось хорошо? Первая группа. Советская партийная номенклатура. Она действительно жила, как при коммунии. Им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры, часто с прислугой, в хороших районах городов. Им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу. Были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров. В таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым чекам внешпосыл торга, которые обычным советским гражданам не были доступны. Вторая группа. Люди, имеющие доступ к распределению ресурсов. Эта часть населения не принадлежала к партийной номенклатуре, но имела доступ к советской системе распределения. Они работали в системе распределения квартир, начальниками каких-нибудь складов или завмагами. Им просто несли взятки за решение тех или иных вопросов, чтобы что-то ускорее отгрузили, выдали, продали дефицит и т.д. К этой касте можно отнести ректоров и деканов вузов, которые брали взятки за поступление абитуриента. Два врачей, решавшим за деньги вопросы с неочередным лечением того или иного пациента. Третья группа. Теневые предприниматели и преступники. В СССР существовали целые отрасли теневой экономики. Часть из этих схем была бы преступной и сейчас, скажем воровство топлива в больших объемах, а часть являлась предпринимательства, как, например, подпольный пошив джинсов. Предпринимательству в стране Советов было запрещено законов, и участники таких подпольных цехов сильно рисковали свободой и своим имуществом. Эти люди имели доход 5-10 тысяч рублей в месяц, значительно превышающий среднюю зарплату 120 рублей. Деятельность свою приходилось глубоко конспирировать, чтобы не быть разоблаченными АВХСС или бдительными соседями. Четвертая группа. Высокопоставленные военные, верхние слои ученых и всякие редкие специалисты, вроде операторов АЭС или летчиков гражданской авиации. Впрочем, хорошая жизнь вышеперечисленных граждан была лишь на фоне общей нищеты, была совсем не богатой по сравнению с жизнью аналогичных специалистов на Западе. Пятая группа. Хорошие специалисты. Очень часто в СССР люди работали по принципу «я делаю вид, что работаю», а государство делает вид, что платит мне деньги. Поэтому хорошие специалисты пользовались большим спросом. Хороший зубной врач, сантехник, даже простой слесарь на заводе могли жить несколько лучше, чем коллеги. Их заваливали заказами и подарками. Однако, в отличие от ранее перечисленных прословек советского общества, это была, пожалуй, самая бедная группа хорошо живущих. Их доход превышал среднюю зарплату всего в 2-3 раза. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на Канаде.